Что, начнем, друзья? Еще раз здравия, намасте. Прекрасная тема, обиды. Обиды. Как от них избавиться? Слушай, Елена Тарарина, у меня появились другие мысли, как преподнести сегодняшнюю тему. Вы знаете, как часто бывает, пишешь одно, а готовишься одно, по книжкам, по талмутам, как положено, задача, тема ее решения, способы решения. Но приходит вдохновение и идут совершенно другие мысли, которые хочется сказать. И поскольку у нас основа идет духовная сегодня, сначала я хотел вам дать технику, дам вам технику, расскажу об условиях, психологическое то есть зрение, и потом, возможно, если вы будете готовы, я бы добавил вам духовную платформу. Но основа всех основ это, конечно же, духовное понимание. Друзья, чтобы знать, какой контингент у нас находится, будьте любезны, пожалуйста. Кто атеист? Просто поставьте плюсики, кто атеист, чтобы я понял, как говорить. Хорошо, кто не атеист? Давайте так. Кто не атеист? Кто не атеист, поставьте, пожалуйста, плюсики, а то я не знаю, или есть связь, или нет хорошей связи. Кто у нас верит в духовность, кто верит в то, что есть реакторнация и душа вечная? Окей, cool. Джай, супер. Отлично. Замечательно. Ну, все продвинутые, все наши, свои люди. Замечательно. Давайте тогда вернемся немножко в историю, что такое обида. Сейчас, кажется, вам напомню то, что, добавление от того, что Елена уже сказала, не буду повторяться. Знаем, что такое обида. Мое понимание, что обида, это прежде всего то, что возникает, когда наше ожидание не совпадает с реальностью, в которой мы находимся в данный момент. И интересно получается, да, вот мы, дети, казалось бы, откуда взялась обида, если ребенок ничего не учился, если он пришел в это тело, и, допустим, не имел обиды в прошлой жизни, будет он обижаться? Знает ли он, как обижаться, и что такое вообще обида? Ну, конечно же, нет. Хотя, как правило, конечно, мы приходим же с опытом, который с прошлой жизни имеет тяжелую карму, и тонкое тело ума, оно приносит нам прошлый опыт, прошлой жизни. Поэтому, наверняка, мы все уже обижались в прошлых жизнях. Если же, конечно, мы не продвинулись, стали посетленными, и вот в этой жизни, в этом воплощении душа очистилась от обид, и социум имеет возможность напомнить вот этой бедной детской душе, что такое обида. И ребенок понимает, эй, это классный тулс, это хороший инструментарий для того, чтобы манипулировать родителями, добиваться того, что я хочу. И обычно, как дети реагируют? Они говорят, эй, если ты мне этого не дашь, или этого не сделаешь, я на тебя обижусь. И так вот. Делают такое выражение, да, мадусы, я на тебя обижусь. И смотрят, как реагируют родители, ведутся родители или нет на этот трюк. Также к этому можно добавить, вы знаете, что обычно в возрасте где-то с 3 до 5 лет дети сильно капризничают. Это та же манипуляция. Та же манипуляция, дети ищут. Веревочки, за которые можно дергать родителей. И для того, чтобы достичь таким образом поставленной своей цели. Мне всегда очень жалко таких родителей, особенно мамок, которые идут где-нибудь в супермаркете, и вот ребенок что-то захотел. Там, мама, хочу это, дай, дай, дай. Мама говорит, сынок, тщ, тщ, денег нету. Ааа, хочу, хочу, дай, мама. Мама говорит, да нету денег. Он такой падает на спину, прям где-нибудь побольше людей и погромче начинает кричать, топать ногами. И бедная мама, что ей стыдно, что такое, ребенок вот тут это, без сетерики упал. Ей приходится, хорошо, хорошо, сынок, все, что хочешь, только перестань кричать. И вот дети этим очень сильно пользуются. Они начинают это издалека. Сначала каким-то инстинктом приводит к тому, что надо покричать, когда покричал ребенок, и мама тут же бежит, ой, что, давай, буду качать тебя. И вот таким образом мы попадаемся на эту ловушку. Ну, конечно же, по мере взросления и общения с социумом, здесь уже начинает появляться новый опыт, новые инструменты, которые мы получаем от своих друзей, от своих соседей. Также помним, друзья, что самый первый опыт дети получают от нас, от нас, взрослых родителей. Ну, и мы, конечно же, как уже взрослые дети, получали этот опыт от родителей. А посему, наверное, это одна из подсказок, подумать о том, если вы не хотите обижаться, хотите избавиться от обиды, проанализируйте причину. Как всегда, мы делаем разбор полета после, скажем, развода, после каких-то неудач, мы должны делать разбор полета. И вот в этом случае я бы начал с того, что, будучи уже взрослым человечком, я должен сделать разбор полета. Какова причина моих обид? Откуда мои обиды появились изначально? Первая причина моих обид? Принес ли я их с прошлой жизни? Или это продукт уже созданный, который я получил в этой жизни, в этом воплощении? Над всем этим я должен осознать. И когда мы сделали анализ, затем вы начинаете понимать, над чем можно работать и над чем нужно работать. В первую очередь, самое важное, что есть осознанность. как только у нас есть осознанность, мы можем уже победить все эти проблемы. И это очень важно. Окей? Дальше. Еще такой момент, очень важный, хотел бы раскрыть. слайд. Так, слайд у нас, какой там стоит слайд? Поставьте. Отлично, слайд. Отлично. Первый опыт мы получаем от родителей. Да. И вот этот опыт, игра в жертву, да, очень хорошая игра. Женщина любит играть обычно в эту игру. вот эти все негативные последствия игры в обиду, которые мы принесли с прошлой жизни, получили в социуме, на примере родителей, на примере людей, которые нас угрожают, мы используем в арсенале своей повседневной жизни. И вот одна из таких игр, которые я хочу напомнить, это игра в жертву. Игра в жертву часто встречается у женщин, которые, как правило, что происходит, вы знаете, то есть заводят скандал с мужчиной, со своим мужем, и, чтобы ее обидели, сказали какое-то плохое слово, и в этом случае она уже стала обиженная и требует внимания. Здесь надо подумать, вот какая здесь выгода, какая вторичная выгода от обиды, которые проявляет человек, который он вводит в себя. И еще бы я с самого начала задал бы вопрос. Мы говорим, что обида это вредно, это плохо. Да, конечно, обида это плохо для здоровья. Мы знаем, что женщин так же, как у мужчин, это проблема с онкологией, это проблема с агрессией, которая переходит в мужчин. Это куча проблем, это целый-целый венок проблем, затаенная, подавленная проблема. Представьте, что атомная бомба, которая не взорвалась вот так вот, а вы ее подавили вовнутрь, хочется сказать, хочется крикнуть, а я туда, то и сижу, и печень точится, и почки, и надпочечники, и все глушится, и точит, и точит, и язва, и все остальные проблемы связаны с этим. Окей? Давайте подумаем, а сколько обиду проявляем в разном возрасте, в детском возрасте, взрослом возрасте. Давайте от себя заднем сначала ребенка. Как вы думаете, нужна ли детям обида? Нужно ли детям переживать процесс обиды, вообще состояние обиды? Поставьте, пожалуйста, в чате плюс, и кто считает, что детям не нужно проживать в состоянии обиды? Никто считает. Ну, какие все по-две, например, понимаем, здорово, здорово, друзья, отлично. Кто-то пишет, так, отлично, три плюсика, значит, детям не нужно проживать обиды, то есть вы считаете, что детям не нужно проживать в состоянии обиды? Как вы думаете, почему детям не нужно проживать в состоянии обиды? Почему не нужно детям учиться обижаться? Напишите, пожалуйста, почему детям не нужно обижаться? Или если есть обратное мышление, обратная мысль, скажите, пожалуйста. Да, вот Лиля пишет, что я вспомнил себя и мне показалось, что мне это нужно было. Как вы думаете, для чего вам это нужно было? Вы уже на правильном пути. Для чего? Подсказочка, да, друзья. Я считаю, что нам нужно проживать обиду, так же, как все другие эмоции. Все эмоции, которые у нас есть, они у нас даны не просто так. Это нужно для нашего опыта, для того, чтобы мы получили различные состояния и на пути исполнения своего предназначения, исполнения своих задач. Так, родители должны учить детей, как не таить обиду. И проявлять. Абсолютно верно. То есть, если... Смотрите, мое понимание такое. Если ребенок, проживая обиду, что он в этом случае испытывает? Он испытывает боль, недополучение внимания, неполучение того, что он ожидал, понимание, что он, может быть, слишком много ожидал. Это опыт. Это опыт, который нужно прожить. То есть, если ребенок что-то ожидал, что ему принесут вот такое велосипедичие, там, понимаешь, с 22 скоростями за 3000 долларов, а ему принесли вот такой маленький трехколесный велосипедик всего там за 100 долларов, он, бедняга, разочаровался. Но вот находясь в этом состоянии, находясь в состоянии, значит, он думает. Он думает. И вот наша задача, наша задача, считаю, наша задача взрослых, помочь детям. Я не детский психолог, друзья, извините. Я просто обсуждаю с точки зрения своего опыта, когда я был маленький, обиды у меня были очень большие. У меня была очень большая обида на мою маму за то, что мама разошлась с папой. И у меня эта обида была очень длительный период. Ну, сначала она была яркой, когда я был маленький, там, до 15, наверное, меньше, может быть, лет до 13. Наверное, я, это как бы явно так, я постоянно говорил маме об этом, что мне хочется, чтобы мама с папой была, чтобы мы были вместе и так далее. Ну, когда я уже стал самостоятельным, это с 15 лет я уже стал самостоятельным, как бы эта тема у меня уже ушла, и, наверное, она где-то ушла, может быть, подсознание. Пока я не простил, пока я, не знаю, в конце, если успею вам сказать, возможно, вам это поможет. То есть, буквально где-то 4 года назад, когда мне пришло просветление, я перед этим говорю об этом, не знаю, все ли сможете прочувствовать, что нужно подготовиться для того, чтобы понять это состояние. Когда я осознал, когда я осознал и прочувствовал очень глубоко, что я душа, что я душа, я говорю, что я знаю то, что я душа, я пришел к Богу в 23 года, 22-23 года мне было, когда я пришел к Богу, хотя до этого я был ярым атеистом, не верил никого в Бога, все материалистично и все такое прочее. Есть, вижу, вот он има, не бачу, не ма, значит, все, если он не бачу, значит, все, он има, не верится. И вот когда я осознал и прочувствовал, что я душа, и затем пошла цепная реакция, у меня пошла цепная реакция понимания того, что все-то есть причина-следственная связь. Все очень просто. И я есть причина всех причин. Я любимый, я дорогой. Есть причина всех причин. Причина всех причин. И никто не виноват в том, что я имею. Но это нужно быть уже взрослым, чтобы это понимать. Понимая, что все, что я имею, это есть следствие моей предыдущей деятельности. Да, как говорите, Елена Тарадина начинается с семена. Семена осеяны в прошлой жизни. Они не сразу сходят, друзья. Им нужно время. Им нужно время. По примеру, матафоры семена бамбука. Семена бамбука. То есть мы сеем семена. И хорошие, и нехорошие. Но плоды и следствие этих плодов, этих семян посеяны, приходят не сразу. Приходят не сразу. И мы должны это понимать. К примеру, семена бамбука. Есть порода бамбука, которая растает только через три года. Три года нужно поливать, удобрять. Что у меня с экраном? Потух экран. Класс. Супер. А, загорелся экран. Так, не видно, надеюсь. Техника порой шумит. Три года нужно поливать семена бамбука для того, чтобы они зашли. Три года нет ничего. Вообще ничего. Вот представьте себе, вот вы сейте семена, зерна добра. Говорят, я отработаю, я что-то делаю, я там принимаю, я людям добро делаю. А толку никакого. Я ожидаю, что должно что-то прийти назад. Ожидание, оно нервизуется. Что и обида конкретная. Слушай, я там, вот то 20 лет служил в храме, вот то днями и ночами горбатился. А толку то никакого. Вот это нужно понимать. Когда мы относимся к этому безусловной любви, как к бизнесу, отсюда идут проблемы. Опять же, это вопрос ожидания. Ожидание нашей искренности. Если мы делаем это все от сердца, мы, вот как птичек, пошел покормить птичек. А, птички пуху, и летели. И что? И ничего тебе не сказали. Потому что будешь на них обижаться. А, такие вот, и даже не каркнули назад. Понимаешь, ничего не сделали. Так вот, эти семена, которые мы ссадим в этой жизни, в прошлой жизни, они имеют время. Плотентный период называется. Они сразу проявляются. И вот те проблемы, которые мы имеем в этой жизни, которые являются задачей, первоочередными для того, чтобы отработать прошлые долги, получить новый опыт, они являются следствием вот тех посеянных семян, тех зерен посеянных в прошлой жизни. И в этой жизни какие-то семена сразу растут, какие-то долго растут, да, как бамбук, который 3 года надо поливать, но потом за 90 дней он вырастает на высоту 90 фитов. Окей, it takes time, занимает время. Если мы понимаем то, что все из причинно-следственная связь, вот мне это заняло очень много времени, мне это очень заняло много времени, и я не был учителем, поэтому мне сложно было это понять самому. И вот когда мне появился духовный учитель, тогда я смог к этому прийти, понять, осознать то, что все из причинно-следственная связь. И как я сказал ранее, когда вот началось с того, что осозналась душа, это самая первая, а вторая точка, ты осознаешь, что ты душа. После того, когда ты осознал, что ты душа, ты понимаешь, да, и раз я душа, я вечная, начнешь что-то натворил в прошлой жизни, у то в этой жизни все собирается вместе, и у то, понимаешь, за это же надо все платить. Расплачиваться надо своим благочестием, своими проблемами, своими трудностями. И когда я осознал, что вот то, что я имею, те условия в жизни, в которых я сегодня живу, те родители, та страна, то окружение, те соседи, это все команда, это та команда, которая предназначена для того, чтобы меня учить. помочь мне, предвести те навыки, которым я должен научиться в этой жизни, те долги, которые я должен отдать. Да, с прошлой жизни посеянные семена, плоды сегодня приходят, надо расплачиваться по долгам. И вот это был переломный период, когда я это осознал, когда это прочувствовал, что все из причинно-следственного сердца. сразу это не каждому дано понять, сложно понять, потому что материстический ум у нас, у нас мажорство, материстический ум, и сложно вот отсюда прийти-то сюда. Как раз это главная задача, вот этот умом, отпуститься сюда, в душу, и жить по чувствам, а не по уму. Когда вот мы сможем принять эти чувства, и жить по чувствам, тогда будет все хорошо. Сначала можно тренировать ум, который должен понять, что мне обижаться-то не на что. Все, что есть, это моя команда. И когда мне говорят о чем-то, или мне не дают то, что я ожидаю, значит, для чего-то это надо? И хорошо задать себе вопрос. Не за что мне такие проблемы? Не за что мне такие люди? А почему мне не дали тот велосипед, который я, понимаешь, хотел? Почему мне дали велосипед за 100 долларов, а не за 3000 долларов? А почему мне дали вот эту, такую вот эту машину, а не такую, которую я хотел? И работа. Почему мне такие родители? Почему мне такое окружение? Почему у меня все не так, как я хочу? Подумай. Достаточно тебе много чести для того, чтобы это иметь. Господь дает все то, что нам нужно. И дает нам наилучшим образом, чтобы реализовать свои задачи. Если вдруг у тебя этого нет, то, наверное, для этого есть какая-то причина. Нужно ли это тебе? Нужно ли это тебе сейчас? Если мы подходим с вопросом, для чего мне эта ситуация? Я ожидал, что мне дадут работу начальника, генерального директора фабрики РОША. А мне сказали, молодой человек, вы знаете, больше, чем надборника, вы не тянете. Хотя, понимаешь, я там потрудился, учился, академия заканчивала. Я говорю, нет, извините, понимаю, что это наш президент сказал, что нет, вы еще не готовы. Я могу обижаться, но могу подумать, тело палит. Наверное, надо мне до этого еще дотянуть. Расти-то надо. И вот в этом мой основной поинт, который я хотел до вас донести, вот именно с точки, духовной точки зрения. Конечно же, я понимаю, что сейчас вот через вебинар мы не сможем, нужно войти в это состояние, нужна глубинная работа для того, чтобы пройти в это состояние. Сейчас я вам говорю просто от ума, чтобы вы сейчас приняли это состояние ума. Если у вас будет желание, вы сможете, кстати, у нас есть записанные тренинги на эту тему, в бесплатном доступе в YouTube, и вы можете посмотреть, как научиться прощать. Прощать. Что одна из моих проблем, делал в том же вебинар, тренинг, который мы проводили, он был на тему сначала изначально, как научиться просить прощения. Просить прощения так, чтобы тебя простили. Что многие просят прощения, но они просят так, что их не могут простить. Но в процессе тренинга оказалось, что, в общем-то, самая большая проблема у людей не в том, как, многие не задумываются, кстати, об этом, как нужно правильно просить прощения. Очень важный фактор, кстати. А многие просто не могут простить. Многие из нас не могут просто простить, оказывается. Я был в шоке, конечно, но мы по ходу переделали, добавили вот к этому процессу, как научиться прощать. Обиды-то, которые сидят, да, с прошлой, на родителей, на соседей, на прошлые отношения, на что угодно, на начальника, на кого угодно. И вот самая-самая основа, я считаю, что вот мы сейчас говорим уже о том, как от этого избавиться. То есть я сейчас умом могу понимать, что если вы умом уже осознали, что все из причинно-следственная связь, и обижаться мне не на кого, только на себя. А те люди, которые выберут меня, это моя команда, которая мне доносит то, что мне нужно. И партнеры тяжелые, испытания тяжелые, но это мне для того, чтобы я стал сильнее. Если я хочу бегать хорошо 5 километров, то я должен на тренировке бегать хотя бы десяточку. И каждый день побольше, потруднее. Тогда для меня соревнования будут просто праздником. Так же и это. Если ты хочешь научиться какому-то качеству, ты должен тяжело трудиться. Для этого мы всегда все пришли. Так вот, осознав этот вопрос того, что все из причинно-следственная связь, и принимая это все, мы тогда с благодарностью говорим всем тем нашим учителям, которые есть вокруг нас, которые создают нам сложности, и обижаться бы нам не на кого. И когда ты осознаешь, что эй, эти люди, которые вокруг меня, они бедные, создают мне вот эти все сложные ситуации, то есть ему приходится играть для меня, ну, например, грубиян, то есть вот, чтобы понять, что, сколько люди так отражают наше состояние, чтобы увидеть, что я есть грубиян, то есть мне другой человек должен проиграть грубость, отзеркалить мое состояние на какое-то мое поведение, на какой-то мой взгляд, на какую-то мою мимику. Он должен реагировать. Я говорю, Вася, ты что-то, что-то ты ненормально поймаешь, сейчас пойдем драться. И прочувствуйте. Сейчас глубоко не буду вас вводить, потому что это очень серьезная работа, но чтобы вы просто поняли идею, осознали, а потом можно проработать самостоятельно. То есть, Васе приходится играть плохую роль для меня, чтобы почувствовать, что такое общаться с грубиян. И вот, если я с душевной точки зрения понимаю, что Вася-то, это душа, первый источник, это любовь. С самого начала, это параманда. Это любовь, которая есть в каждом живом существе. И поскольку это естественное состояние, для каждой души быть в состоянии любви, то ему сейчас играть роль грубияна для меня, это противоестественно. Это противоестественно природы души, природы любви, параманда. Понимаете? Но он это делает для меня. Он это делает для меня специально, чтобы я вот получил урок, что такое хорошо и что такое плохо. Так вот, если я осознаю, что Вася, вы понимаете, загорал себе, отдыхал, тут надо встать, одевать амбразур, одевать вот на себя маску зверя, такого грубияна, и чтобы показать мне, поиграть со мной в этот театр кукольный, должен я вызывать? Вот у меня нормальность, у человека со строктания. У меня есть чувство сострадания. У меня же будет нему чувство сострадания, я там еще как жалостью. Не жалость, а чувство сострадания. Мне жалко его. Мне жалко Васю, потому что ему приходится играть эту неприятную для него роль. Для того, чтобы мне понять, что такое быть грубиян. И вот когда я осознаю весь процесс, все причинно-следственная связь, что люди, которые вокруг, они помогают мне понять, что я делаю, что это не так, помогают мне отработать эти, задачи, игра грубых людей, твердых, черствых, безразличных, скупердяев, хамов, нахалов и так далее. Все для меня любимого. Все для меня любимого. Осознав это, я раскаюсь, то, что я на них, обижался, они без причин, потому что они, они что, для меня работают? Они же для меня работают. Раскаился, поблагодарил. И называется чувство сострадания к этим людям, что, Вася, прости, что тебе пришлось подняться с пляжа, с райского, и прийти сюда на эту землю, чтобы поиграть для меня вот эту роль грубияна. Прости меня, пожалуйста. И что потом мы должны дать ему? Поблагодарить его за то, что он согласился сыграть эту роль. Вот, это маленькая, коротенькая цепочка. Будет подробно на видео, на этом есть. Там практика называется «Как правильно сейчас…» «Как правильно просить прощения?» По-моему, так. Кстати, да, на канале Веда Дум на телеграммке тоже она есть. Кому интересно, заходите. Итак, давайте подведем итоги, о чем мы говорили. В общем, что мы тут все говорили. Идея-то какая-то. Если начало, хотела, ну, рассказать вам как-то по психологии, по трюке эти все, там, техники, работа с частями, понимаешь. Понял, что здесь надо немножко по-другому с духовного-то начинать. Итак, мы говорили о том, что обиды, мы приходим с обидами врожденными, как карма с прошлой жизни, либо приобретенные в этой жизни. И приобретаем мы сначала от родителей, потом от окружения, и понимаем то, что как бы это это хорошие инструменты. Это хорошие инструменты. Либо это следствие того, что мы, наши ожидания не соответствуют тому, что мы получили. Соответственно, взвесил это все и затем осознал, что все есть причина-следственная связь, что я есть причина всех причин и все, что я имею вокруг. это то, что мне наилучшим образом дано для того, чтобы я получил опыт в этой жизни, в этом теле. Отрабатываете качества. И я тогда должен благодарить этих людей, вызывая чувство сострадания и благодарности, глубокое за то, что они работают со мной и играют эти нехорошие роли для меня. Когда я это осознаю, то причин для обид у меня уже не будет. Ребята, кому это отзывается? Дайте, пожалуйста, я одену стекляшки, тут вижу, много написали. Дайте, пожалуйста, ваше обратное сердце или вам это откликается. Ребята, вопросы вы пишите, я в конце на вопросы отвечу. Хорошо, мы оставим 10-15 минут и я отвечу на вопросы. Я зашел в поток и я не смотрю на то, что я написал, то, что тут я должен говорить. Вот оно идет и я говорю, чем отличается классное преподавание от классной в классе, когда ты в институте работаешь преподавателем, от таких состояний. Совсем по-другому. Итак, мы подвели итоги о том, что причина проблем, причина обид это то, что мы не принимаем, мы не принимаем, мы много ожидаем. И для того, чтобы избавиться от этих обид, избавиться от этих обид, самое простое, самое простое, я говорю, ребят, со своего опыта, я эти практики, я эти техники даю своим клиентам. И я это сам прожил. Я это сам прожил. Как я говорил, сначала у меня были, у меня были в детстве, были обиды на маму именно в этом плане, да. Потом она ушла где-то на подсознание, и когда я начал изучать коучинг более глубоко психологию, я, в общем-то, осознал, что, эй, мы же идем на психолога, учиться, и еще при этом себе помочь. Себе помочь все равно, что же у меня-то там-то выкопать, да, когда она уходит уже на подсознание и проявляется в различных других явлениях. И вот, когда я это осознал, и именно духовная психология, в моем понимании, психология, это только, знаете, такая emergency. Это просто пошел помылся, бум, а завтра опять запачкался. Пошел помылся, а потом опять потрите мне спину и уполит. А тут тебе свиндерочка, залили смолой, опять запачкался. И так каждый день. Поэтому нужно установить первая причина. А первая причина – это принятие. Принятие. Вот, принятие. Когда только вот я лично принял, когда я принял то, что я из причин всех причин, и никого, кроме себя, мне видеть некого. И, ну, я говорю, с кем у меня пошло? У меня потом пошло чувство сострадания, чувство сожаления, что я отобежался там на маму, да, свою. Вот, она бедная страдала из-за меня. И вот это чувство сожаления, сострадания. Потом вот эта, мамочка, дорогая, ты тут вот так страдала из-за меня. Вот эта, я тебе ни за что убежал, прости меня, пожалуйста. И вот эта волна у меня так пошла, такая, пошла, пошла, такая. И это было просто обалденно. Это было очень классно. Такое было облегчение, когда ты осознал, что, блин, ты виноват-то, но никто другой, ты сам виноват. Никто другой не виноват. Ты и только ты. И вот это чувство состояния, вот это облегчение, что и сожаление, что ты обижался ни за что на своих близких людей. И когда ты просил прощения, это такое облегчение произошло. Просто, 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 вау, просто обалденно. И я желаю вам всем пройдите в это состояние, просто осознав то, что мы из причины всех причин. Мы из причины всех причин и никто другой. И все люди, кто вокруг нас, это есть наши помощники. Это те люди, которые хотят нам помочь. Которые хотят нам помочь. Если мы это осознаем, если мы примем это, то все будет совсем по-другому. У нас не будет этих обид, и не будет проблем. Мы не будем портить свое здоровье. Мы не будем портить здоровье другим людям. Потому что все, что есть вокруг, это и есть наши, и только наши. И вот это, пожалуй, что я хотел сказать. Давайте сейчас я гляну, что тут у меня записано, моя презентация. Что-то вам еще добавлю. Да, давайте по отношениям. Окей. Как отношения, как у нас, как влияют обиды на отношения. Окей. Друзья, напишите, если есть вопросы по этой части, чтобы потом я немножко пойдем дальше. У нас еще есть время. У нас еще есть время. О, супер. У нас еще есть полчаса. Джай. Ой, классно. Отлично. Напишите, какие вопросы есть. Я сейчас гляну, что тут я вам хочу еще сказать. Ты тут увлекся. Окей. Так. Обиды, как препятствия к новым счастливым отношениям. Так, игра жертвы, мы сказали. Окей. Давайте игра жертвы сначала дополним. Значит, жертва, жертва, жертва. Когда кто-то играет в жертву, вы знаете, что причина... А, давайте я вернусь немножко назад. Мы начали с того, что ребенку нужно ли... Вопросы задавал. Нужно ли ребенку проходить вот этот опыт обид? Еще раз скажу, что все чувства, все эмоции в моем глубоком понимании и убеждении мы должны пройти. Так же, как ребенок, скажем, который потерял любимую собаку. Не надо его закрывать. Не надо ему говорить, ой, отвлекать его. Идем там, посмотришь ты цирк, посмотришь ты какую-то комедию. Не надо плакать, не надо переживать. Вот этого нельзя делать. Потому что этот опыт нужен ребенку. Чувства у нас для того, у нас есть все семь чакр. У нас есть чувства, которые мы должны прожить, которые мы должны получить опыт. Мы должны научиться страдать. Знаешь, что такое боль, что такое потеря на маленьком, на маленьком. Сегодня ты потерял там собачку. Если ты научился сострадать, если ты научился чувствовать боль, как это потерять близкого друга, как это потерять любимую собачку. Сердечная чакра развивается, да? Сердечная чакра развивается. А представьте, вы сказали, ребенок, сынок, так не надо, доченька, не переживай. Вот тебе новая собачка и будь счастлива. Какой патент у ребенка создается? Ну, зачем переживать утерю людей, потерю близких отношений? Зачем чем-то дорожить? Тебе что-то будет другое. Ну, как бы смена, конверток. Сегодня одно зато, другой пошел по конверту. Привет, привет, пока, до свидания. Все эмоции нам нужны. Поэтому, в том числе, и эмоция обиды тоже нужна. Нужно ее прожить. Но мы, когда взрослые, если мы говорим о взрослых отношениях, взрослые дети, мы должны контролировать этот процесс. Контролировать таким образом, чтобы это было экологично, чтобы ребенок получил этот процесс, прочувствовал, как это обижаться. Побилился? Хотел его сапед? Не дали. Мы дали ему там трехколесный, вместо вот этого горного, спортивного. Пускай пообижается, дайте ему возможность побежаться. Пускай будет в это состояние, пускай подуется. А потом поговорить с ним. Сына, ты что-то обижался, расскажи, пожалуйста, что у тебя требовало? Что было причиной того, что ты надулся, обиделся? Поговорить, поговорить и разъяснить ему. Я когда учился в спортивном интернате, у нас была такая хорошая традиция, мы каждую неделю ходили, смотрели какие-то фильмы или спектакли. И после просмотра фильма, спектакли, на какие-то серьезные, такие сердечные темы, у нас шел разбор. Нам воспитатель наш какие-то сценки, кусочки говорил. А вот, ребята, как вы думаете, для чего вот эта ситуация? А правильно ли поступил здесь Вася? А как поступила здесь Маша? Нам формировали ценности. Нам формировали ценности. И это то, что взрослые должны делать, помогать детям формировать эти ценности. И потом, когда он пережил этот процесс, что такое обида, почувствовал какого-то, ему надо рассказать, зачем эта обида, что-то происходит и какие последствия будут, если ты будешь обижаться. Вот так же естественные эмоции. Вот это, я считаю, должно быть обязательно. Итак, давайте вернемся об истории. Жертва, жертва, игра, жертва, 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 жертва. Значит, причина. Всегда смотрим причины. Если ребенок обижается, взрослый обижается. Я же не специалист по детской психологии. Хотя, ну, сам был ребенком тоже. Частая ситуация, когда жены обижаются на мужей. И вследствие, к этой же ситуации можно отнести, когда часто дети болеют, жены там болеют. Ну, и мужья тоже. Реже, потому что мужчины более сильные. То есть, кто-то в семье болеет. Мама может заболеть, там, бабушка, дедушка. То есть, как правило, посмотрите, если часто повторяющаяся ситуация. И беспричинно, беспричинно, ну, как бы не было на этом основании, чтобы заболел этот человек. То здесь я бы рекомендовал, конечно же, посмотреть обязательно, а не хватает ли это, не является ли это вторичной выгодой для ребенка. Не является ли это вторичной выгодой. Как правило, это может быть вторичная выгода, потому что нехватка любви, нехватка внимания. Вот вспомните, кто из вас, наверняка, вот, когда были в больнице, как было приятно. Ой, я в больнице. Тебе там конфетки несут, апельсинки несут, внимание тебе там. Ребята, поставьте плюсики, у кого было такое состояние, когда ты был в больнице, и вроде болеешь, там, воспаление легкие простые. Но тебе все равно приятно, потому что тебе дают внимание, приносят тебе, там, вот это, внимашки, там, друзья приходят, вдруг так много, так начинают знаком тебя, и ты говоришь, слушай, классно, так же болеть, вообще-то и хорошо. Вот здесь очень важно, чтобы не заикариться на эту тему, чтобы не заикариться. Здесь очень надо быть внимательным, откуда приходит причина этой болезни, окей? Мы должны на это смотреть, чтобы такого не было. И так вот, когда мы знаем причину того, что, узнали причину жертвы, может быть, игра в жертвы или заболевание, то, что нехватка внимания, нехватка энергии, когда человек не знает, не умеет находить другие источники энергии, получение радости, самодостаточности. Проблема в самодостаточности, естественно. То есть, самодостаточности должно быть нахождение источников пополнения энергии, независимо от того, кто с тобой рядом, один ты, без кем-то ты, где-то ты не находился, а находить бесконечные источники. И бесконечные источники, конечно, являются жертвы. Матушка природа и Вселенная, Господь Бог, это самость наша. Вот это то, что мы должны научиться в первую очередь, ну, стать самодостаточным. Тема населения самодостаточности, а об этом. Так вот, это по поводу, вкратко, о жертвы, игре в жертвы. Теперь по поводу обид, обиды и препятствий к новым отношениям, поскольку, в общем-то, я являюсь тренером и коучинг по семейным и местным отношениям. Это моя основная тема. И мы начинаем этап прохождения, развития семейных отношений. Самое первое, это почиститься. Это почиститься от прошлого. Это правило, что обиды и претензии, обиды и претензии к прошлым отношениям, к прошлым мужьям, к прошлым женам, к прошлым родителям, к кому только нет, ко Вселенной, к Господу Богу, ко всем есть претензии. Так вот, пока вот эта вот претензия прошлого не будет перечеркнута, мы от нее не избавимся, и нет шанса начать новые отношения счастливые. У вас будет все то же самое. То же самое. Затаемная обида на Васю, на Петю, на Колю, а я такая Маша вся, такая вот эта принцесса, королева, они все виноваты, а я, у меня все хорошо, у меня все хорошо. Вот смотри, они один на одну, а все один на одну похожи, как вот копирайк, как вот копировальная машина, вот это у всех одинаково. А ты подумала, а чего у тебя такие все васяны, одно лицо идут, только разные имена, вывески висят. Отработал ты свою задачу? Подумай об этом. Так вот, если у нас есть обиды, то научаемся, у вас нет шансов абсолютно быть счастливым в новых отношениях. Какой бы тут принц не перескакал, как бы временно, я так думаю, а то-то он мой. Он быстро ускачет, потому что посмотрит, тут такая вся обиженная. Я-то вроде так думаю, я же не обижен, ты же другой, понимаешь, этот принц. С Васькой я же все забыл, понимаешь. А, ладно. Казалось бы, забыла, но она же подсознание, ты сидишь, я помню, да, пока я не осознал, не почистился, пока я не принялся, не поблагодарил. Весь процесс не прошел, она сидит на подсознании. И рано или поздно вот этот новый адреналин, новый допамин, окситоцин, это гормон любви, который возник у вас с того, что вы встретите там новую Ваську, он быстро пройдет. Как только вы протрезвеете, и вы начнете видеть в этом Ваське новом царевича все те же самые проблемы, что видели в прошлом. То есть это вкратце о том, как обиды влияют на гармоничные отношения в семейных отношениях. Мы должны быть здесь и сейчас, здесь и сейчас. Если у тебя обида на прошлые отношения, или даже на сегодняшние отношения у тебя обиды, что сердце закрывается, сердце закрывается, по здоровью мы уже сказали, ты сердце закрыла. А если ты женщина, помятую, что вторая-четвертая чакра, ведущая вас, если ты закрыла свое сердечко, то что ты думаешь, у мужа она откроется? То он у него там в 8 раз больше закроется, и потом очень сложно вообще разогревать, он говорит. Поэтому подсказки следующие. Давайте перейдем вкратце уже, наверное, на страничку, где мы, с чего начать, чтобы избавиться от обиды. С чего начать, чтобы избавиться от обиды. Значит, самое первое, мы сказали, это самое серьезное, самое важное, это то, что, я считаю, является основой основы. Это принять, принять именно то, понимая то, что все из причинно-следственная связь. И я из причинно всех причин. Меньше ожидаем, меньше расстраиваемся. Как по примеру, я, когда студентом был, постоянно мы ездили в базу отдыха, и если ты приезжаешь, едешь туда, ожидаешь, там тебя кормить будут, там будет такой спортзал, там будут стадионы, там будут бассейны, там все будет классно, будем заниматься спортом, там все супер, стадион классный. Приезжаешь туда, там тебя кормят вот чуть-чуть, вот стадион какой-то там забитый, поросшей травой и все это на прочее. Вот, куда я приехал. Но когда же наоборот, ты много не ожидаешь, все там по минимуму, там, ну, на три звездочки, там, на две звездочки. Приезжаешь, там на ты такой, вау, слушай, классно, супер, да? Вопрос ожидаем. Поэтому меньше ожидаем, меньше расстраиваемся. Итак, мы сказали, это, сказали, что еще нам нужно. Теперь, смотрите, сама техника. Теперь техника, да, если кто-то, кто, поскольку многие из нас имеют уже обиды, я считаю так, что мы должны помочь себе, психологически, есть куча психологических техник. Помочь себе сначала быстренько почиститься, вот, почиститься, так сказать, такое, скорая помощь, я так называю. Да, у меня есть много техника. Опять же, смотрите на канале YouTube, Беда Дом, наш канал, Беда Дом. В конце там будет контактная информация, если она дает. Скорая помощь сначала быстренько почистить, а потом начинаем отработать вот по этому осознанию, по глубокому духовному осознанию, того, что я из Души, и все из причинно-следственной связи. Вот, когда мы к этому отойдем, тогда у нас проблем не будет. И каждый раз, когда возникает какая-то ситуация, вот я, вот что я, вот, по себе скажу. Когда мне возникает какая-то ситуация, которая мне не нравится, сам первый раздаю себе вопрос. Понимаешь, я задал вопрос, блин, ну за что мне вот это-то, за чего я это не заслужил, а то нифига себе, понимаешь, а ну идем разберем сейчас, понимаешь, какие-то проблемы. То сейчас я задаю себе вопрос, вот сразу, вот, есть какая-то ситуация, мне не нравится визуально, я вижу, так раз, так в себя, так, в ходишь и начинаешь думать. Сдаешь себе вопрос, для чего мне это, для чего, что мне нужно-то получить, что я на медакуре, так сразу, раз, так, сканируешь, так, что я, на медакуре, ну, может, карма быстренько пришла рассчитываться, пора, понимаешь, такой, ты-ты-ты-ты-тык отматываешь, так, что я сделал не так, ты-ты-ты-ты-ты сможешь, все нормально. Такой раз, потом, так, что мне надо от этого получить, что я должен отработать, знаешь, вот это терпение, смирение, принятие. И вот, 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 постоянно задаешь себе вопрос, когда ты задаешь себе вопрос, и ты озвучиваешь, скажи себе, я сейчас злюсь, я сейчас обижаюсь. Вот как только вы озвучили в пространство, уже идет осознанность. Я сейчас злюсь, я сейчас буду, буду обижаться, я сейчас обижаюсь. Все, вы услышали, пространство услышало, и вы там задаете вопрос, как мне от этого избавиться? процесс пошел, материализация. Окей? Это такое, краткое, краткие трюки. Окей? Итак, почистимся скорой помощи и потом начинаем глубоко работать над обидным. Понимаю, что обиды это и есть моя проблема, от которой я должен избавиться. Окей? Сейчас, что мы тут еще вам расскажем. Так, дальше. Это мои стекляшки, понимаешь? Стеклянные. Так, носите стеклянные очки с отражателями, друзья, чтобы у вас зрение не портилось. 20 лет на компьютере дают о себе знать. Да, кстати, по поводу еще несправедливости. Когда мы говорим, ой, несправедливо, меня там обидели. Ну, что причина обиды, да, это понимание того, что несправедливо, со мной поступили. Несправедливо. Я же должен был быть начальником завода, а мне дали только бригадира. Несправедливо, а тут 20 лет работал, понимаешь? Поймите, что в этой жизни, напомню вам, вы знаете, жизнь несправедлива. Она изначально несправедлива. С вашей точки зрения. Почему? Потому что мы не помним, какие у нас были проблемы в прошлой жизни. Мы-то думаем, что мы такие все чистые, пушистые и маленькие. Вот что мне вот это наказание? Никого не обидел. Муку пальцем не тронул. Я такой весь пушистый и лавк. Пушистый и лавк, может быть. Посмотрите, со стороны, в зале, из прошлой жизни. Поэтому нет такого понимания несправедлива. Все, что дается, все дается, вы понимаете, что вы есть душа, все, что дается, все от Бога. А раз ты от Бога, то это во благо. Как оно может быть несправедливо? Понимаете? Опять же, мы возвращаемся именно в этом станет духовность. То есть я вижу это лекарство от всех болезней именно в духовность. Если мы это принимаем, то, друзья, проблем не будет вообще. Я вам скажу, проблем не будет вообще. Это однозначно. Если вы знали, ну, как раз я скажу, я не знаю, вам домашнее задание. Попробуйте, как вот можно не обижаться на человека, которому ты дал, вложил в бизнес с 250 тысяч долларов и это было уже так, и сколько? Я говорю, да, 10 лет уже прошло. И тебя биды на это не иметь. Не бить, а биды на этого человека. Да? Попробуйте вам домашнее задание. Представьте такую ситуацию. Ну, у кого-то что-то другое, там, дом, машина, там, и так далее, что-то, да. Попробуйте представить вам домашнее задание, как можно, с учетом того, что я уже сказал, и у вас там свои какие-то заначки, трюки, как можно реально не обижаться на человека, не обижать зла на него, жизнь, радость и счастье. Вот я такой пример. Окей. Окей. Так, что еще у нас тут? Смотрим дальше. Так, вы пока вопросы пишите, пишите, пишите вопросы, у нас еще сейчас будет, окей, у нас еще есть, так, 15 минут, так я понимаю, да? Так, пишите вопросы, и мы сейчас безогонных ответим. Та-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Так, я сейчас вам хочу зачитать, там есть «Видическая мудрость», «Путь исцеления», поставьте, пожалуйста, будьте любезны, на экране поставьте, а, здесь же вы, как здорово. Вот, пожалуйста, это кратцы, короткие такие мудрые высказывания, которые было бы хорошо осознать и прочувствовать. И, кстати, напомню, вы знаете, что обида – это один из тяжких грехов. Один из тяжких грехов – это разновидность гордыни, а посему это один из тяжких грехов, которые нам не следует накапливать себе, окей, подумайте, если о чужении тоже, хорошо, окей, что-то у нас еще есть? техника избавления от обиды. Итак, мы сказали, все, что от Бога, все во благо, все, что от Бога, все от Бога, все, что от Бога, все во благо. Если это от Бога, то какова причина этому расстраиваться? Господь не дает нам, Бог не дает нам испытаний, которые мы не можем пройти. Помнишь, что это все для нашего блага, окей? И задаем вопрос, не для чего, не за что мне это? Когда случается какая-то ситуация, мы задаем вопрос, не за что мне это, а для чего? Что я должен себе развить? Так? Следующая практика прощения, как научиться прощать? Смотрите на YouTube, так, я сказала, на нашем канале, ведомо на YouTube. Еще, да, такая, быстренькая такая, для скорой помощи. Для скорой помощи я использовал в свое время, когда, где-то в возрасте, наверное, так, студенческие годы, я использую такую технику, значит, метод погружения, медитируешь, и возвращаясь по дороге жизни, раскручиваешь от сегодняшнего дня назад, 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 в тот момент, когда произошла эта ситуация, произошла какая-то обида. И начинаешь эту обиду, как вот заезженный фильм, прокручиваешь пленочку, прокручиваешь в своем сознании, много, 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 много раз, пока боль не пройдет. Сначала будет очень больно, причем, как это нужно делать, правильно? Значит, очень детально, смакуешь там, до мелочайших подробностей, вот, как это вот, сводишь, такое, пирожное сожрал, мне не оставил, я такая, пришла с тренировки голодная, ждал, а думаю, сейчас пироженка скушу, а ты, сволота такая, съел это пирожное, и начинаете так смаковать, смакуете, так детально, до самой мелкой подробности, вот, чем подробнее представьте, тем будет лучше, наполнись этим состоянием, наполнись этим состоянием, окей, там у нас есть техника, как избавляться от обиды, можно поорать, покрещать, побить, вербальное, аудиальное, физическое, кинестетическое, используя все эмоции, и так далее, но это уже более подробная техника, избавления, прощения, но вот, так бы, для скорой помощи, можно, в принципе, вот так вот, если вы ездите, ездите, ездите этот фильм, заезживайте, что он у вас же не больно, знаете, как в первый раз страшно, что-то увидел, потом, каждый раз ты сталкиваешься, мне же не страшно, больше, больше крутишься, и постепенно эта боль затухает, она уже не проходит, и потом, когда вы уже чувствуете,